В эфире Наульского телевидения, информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Объем инвестиций в экономику Башкортостана по итогам 2020 года достиг 366 млрд. рублей, превысив уровень 2019 года. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил глава республики Радий Хабиров. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике превысило 29 тысяч человек. За сутки подтвердили 133 новых случаев заражения COVID-19. В Башкортостане продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Регион уже получил 122 тысячи доз вакцины. В год здоровья и активного долголетия, которым объявлен 2021 год, республика ставит перед собой амбициозные задачи по сохранению и укреплению здоровья граждан всех возрастов. Реализация комплексного плана по снижению смертности от неинфекционных заболеваний, в том числе младенческой, позволит сохранить не менее 8 тысяч жизней и снизить коэффициент смертности к концу года на 14%. Среди других тем, заслушанных на совещание, итоги проведения муниципальных форумов в Советах многоквартирных домов управдом и подготовка к проведению единых государственных экзаменов. На совещании в администрации района рассмотрели один вопрос – подготовку к проведению весенних полевых работ. С докладом выступил заместитель главы по сельскому хозяйству Рустам Алимгафаров. Торжественный концерт «Вам любимый» посвященный Международному женскому дню состоялся в Межпоселенческом культурно-досуговом центре 5 марта. Поздравляю всех вас, уважаемые женщины, дорогие мамы, милые деды. Одним из первых с наступающим праздником всех представительниц прекрасного пола поздравил глава администрации района Ильшат Вазегатов. Он пожелал им здоровья и семейного счастья и выразил слова благодарности за труд во благо района. Наши женщины никогда не отделяли себя от судьбы страны. Они во все времена вместе с ней переживали все трудности, а нередко брали на себя большую часть забот. Вот и год пандемии стал для нас и для наших женщин настоящим испытанием. Как утверждают эксперты, влияние коронавируса в социальной сфере сильнее отразилось на женщинах, чем на мужчинах. И это не просто слова. В трудное для всех время они не оставались в стороне. Наша прекрасная половина стала примером самопожертвования, отваги и мужества. Каждый из нас понимает, какую колоссальную нагрузку выдержали врачи, палатные сестры, санитарки. Традиционно в этот день чествуют самых активных и успешных женщин района. Медаль «Материнская слава» из рук главы получила многодетная мама Алина Минникулова. Почетные грамоты за многолетний добросовестный труд, за достигнутые успехи и в связи с Международным женским днем Ильшат Визикатов вручил оператору машинного доения общества с ограниченной ответственностью МИРАС Гузлеев Алиевой, фельдшеру Новортаульско-врачебной амбулатории Ани Покриевой и исполняющей обязанности директора Иноульско-психоневрологического интерната Гульнас Ширказин. За активную общественную деятельность также отмечены председатели общества инвалидов Индира Алимгафарова. За значительный вклад в укрепление института семьи награждена Инна Искандарова. С первым весенним праздником поздравила председатель Совета женщин Иноульского района Ильсияр Проскурякова. От всей души поздравляю вас с первым праздником весны. Международный женский день – один из самых светлых, любимых праздников, потому что представительница прекрасной половины человечества является примером для подражания, образцом красоты и жизненной мудрости. Наша история наполнена массой примеров, когда красота и душевная теплота женщин меняли ее ход. Великие сражения, непревзорвенные произведения искусства и крупнейшие научные открытия были бы невозможны без женского обаяния. Артисты творческих коллективов нашего района подготовили насыщенную музыкальную программу. Разнообразные вокальные и танцевальные номера сменяли друг друга, создавая праздничную атмосферу. А героини этого дня увлеченно следили за действием на сцене. Женский фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 5 марта. В этом году все мероприятия комплекса приурочены к 90-летию создания всесоюзного комплекса ГТО. Пять сборных команд проверили свои силы в гибкости, силе и выносливости. Участие в фестивале приняли женщины от 18 до 59 лет. В программу вошли такие испытания, как наклон, пресс-прыжки, отжимания от пола, челночный бег и стрельба из электронного оружия. Также спортсменки участвовали в веселой эстафете. В нее входили прыжки на скакалке, бег с мячом и мастер-класс по танцам. Всех участниц объединяла не только красота и отличные физические данные, а еще и желание победить. В итоге упорной борьбы первое место заняла команда Янаульского лицея. На второй позиции – Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений, бронза у команды девушек из детского сада номер 9 «Ревинка». В каждой возрастной ступени определили абсолютных чемпионов. Команда муниципального центра тестирования запустила прекрасный женский фестиваль для наших прекрасных женщин. Сегодня в нашем зале царит замечательная женская энергетика. Желаем нашим женщинам хорошего выступления, побед. ГТО – это спорт и красота. Спортивный фестиваль «Зимняя карусель» прошел в минувшие выходные. Участие в нем приняли самые спортивные и активные семьи Янаула. В пингвине бега, хоккей на снегу с мячом. Чем еще развлекали участников соревнований, узнаете прямо сейчас. В этот день сама погода благоволила участникам спортивных состязаний. В назначенное время семьи и их болельщики собрались на территории тюбинг-парка Ташьелга. Все участники разделились на три команды. Главная задача веселых стартов – выполнять правильно все задания и прийти на финиш первыми. Пингвиньи бега получились зрелищными и яркими по накалу страстей. Затем команды сразились в хоккее с мячом и гонках на тюбингах. На этом мероприятии проходит конкурсная игровая программа для наших жителей города и района. На этот фестиваль приглашены семьи, где должны быть в команде два взрослых и один ребенок. Мы их разделили на три команды. Сейчас идет конкурсная игровая программа. Дальше у нас в программе предусмотрены армрестлинг, поднятие гири, перетягивание каната. Год здоровья и долголетия только-только начался. Это у нас первое мероприятие. У нас будет еще ряд мероприятий. И наших янаульцев мы просим активно участвовать в наших мероприятиях, быть всегда здоровыми и активными. Самые маленькие спортсмены приняли участие в конкурсе рисунков на снегу. Так, с легкой руки начинающих художников при помощи нехитрого приспособления появлялись пейзажи и знакомые сюжеты. В это время родители мерялись силой в любимой народной забаве перетягивания каната. Конкурс шуточный, а вот желание победить было самым серьезным. Участвуем первый раз, нам очень понравилось. Мы пришли со школы, набрали семейную команду. Сегодня мы пришли участвовать на веселых стартах. Мы узнали об этом нашей учительнице, она пригласила со школы. Девочка учится в лицее. С удовольствием согласились. И папа приехал. Очень весело, здорово. Пока выиграем. Надеемся, будем на первом месте. Все прибыли с хорошим настроением поучаствовать, пообщаться, подвигаться всей семьей. Маленькие, конечно, дома остались. Сейчас скоро тоже к ним появимся и в баню сходим. После длительных тренировок вспотели все, все бодрые. В это время папы проверяли силу рук на столе для армрестлинга. Все участники спортивного фестиваля получили небольшие памятные подарки, а победители еще и грамоты. Приятным бонусом спортивного дня стали румянец на щеках, сияющие улыбки и отличное настроение. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Десятого марта ожидается перемена облачности без осадков. Ветер северо-восточный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 18, минус 20, днем минус 12 и минус 14 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный, 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 17, минус 22, днем минус 9, минус 14 градусов. Конфетный просто шоколадный! Станет жизнь пусть очень сладкой! Находка поздравляет с весной! Мармелад динозаврики 15 рублей. Конфеты даешь 209 за килограмм. Чай Ахмат 200 грамм 139. Цены действительны по 14 марта 2021 года. Подробности у продавцов. Подарков много не бывает. Каждое второе украшение в подарок. Во всех салонах ювелир-центр. Галактика одежды и обуви. В Янауле открылся новый магазин. Носки от 20 рублей, футболки от 140, платье от 1000 рублей, ботинки женские весна от 999 рублей, куртки на весенний сезон от 1200. Янаул, улица Азина, 7Б, здание Пятерочки. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Перед тем, как надеть новую маску, помойте руки с мылом или обработайте антисептиком. Наденьте маску так, чтобы верхняя часть плотно закрывала нос, а нижняя – подбородок. Внимание! Медицинская маска должна прилегать к лицу белой поверхностью. По бокам не должно остаться зазоров. Когда носите маску, не трогайте ее руками. Не забывайте менять маску каждые два часа. Обработайте руки перед тем, как снять маску. Чтобы снять маску, возьмите ее за лямки. Выверните маску наружной поверхностью внутрь, положите в пакет и выбросите в контейнер для мусора. Снова обработайте руки. Не забывайте стирать тканевую маску каждый день. После стирки проглаживайте маску утюгом. Когда не надеваете маску, носите ее в чистом, защищенном месте. Надевайте только сухую и чистую маску. Не надевайте чужие маски даже после стирки. В переписи населения уникальный источник знаний о жизни общества. Его прошлом, настоящем и даже будущем. Собираемая в ходе переписи информация позволяет найти ответ на множество важных вопросов. Где проложить дороги и пустить новые маршруты? Где построить школы и детские сады? Какие социальные программы разработать? Поэтому в большинстве стран переписи населения стараются проводить не реже, чем один раз в 10 лет. Такие десятилетние циклы принято называть раундами. И очередной раунд переписей 2020 года уже в самом разгаре. Участие в нем принимают десятки стран. И Россия в их числе. Это будет уже третья всеобщая перепись в нашей новейшей истории. О том, когда и как она будет проходить, смотрите в следующем выпуске. Человек может бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь. Как бежит вода. И как работают другие люди. Красиво, если это не связано с бедой. Это все можно увидеть на пожаре. Будьте осторожны при обращении с огнем. При пожаре звоните в Единую службу спасения по телефону 01. Мобильная связь 112.